Омар Ромай Девушка по имени Судьба А также Луису Кулиок Авторы сценария Гильермо Глаук, Хуан Марин и Марии Виктория Менис В главных ролях Вивиана Саконе, Норберто Диас, Роберто Иване, Хуан Витали Сесилия Мореска, Alfredo Iglesias, Noemi Morelli и другие В фильме также снималась «Верхиния Лагу» Художник-постановщик Рубен Греко Музыка Серхио Вильяра и Марсела Альвареса «Музыка Серхио Вильяра» Разумеется, занимаясь делами на протяжении стольких лет, я приобрел опыт в разных областях, в том числе и в законах. Буквально на днях я легко верну имение, которое у моей семьи отобрали больше десятка лет тому назад. Они пренебрегли законами, а я раз и обставил их. Земледельцы необразованные, не готовы к борьбе. Не готовы. Они умеют только работать и натирать мозоли. Точь в точь, как быки. Тупые и неповоротливые. Мир идет вперед и очень быстро преобразуется. Выявились новые возможности, новые законы. А с годами человек становится старым, упрямым. И ему уже не так просто приспособиться к переменам. Необходимо дать дорогу новому поколению, таким молодым, как вы. У них есть дух беспокойства, который мы уже утратили. Если ты ищешь беспокойства, то, уверяю, этот молодой человек тебе его принесет. Признаюсь честно, я тут кое-что подумал. О землевладельцах. Есть возражения? Я полностью с вами согласен, что землевладельцы не в состоянии поспевать за юридическими и политическими процессами, которые меняются каждый день. Однако, было бы непростительно не принимать во внимание их огромное влияние. У меня в руках еще осталась сила. А голова всегда помогала находить выход из трудных положений. Я думаю, подыскать работу, которая дала бы хоть какой-то заработок, что угодно, не важно что. Раз вы заговорили, знаете, вдова Мендеса Уркиха ищет наставницу для своих внучек. Она хочет, чтобы ее бедняжек научили всему понемногу. Всему понемногу? Бедняжек? А что страшного приключилось с девочками? Ну, мягко говоря, они особенные. Красотой не блещут, а язык, не дай бог. Похоже, вдова ищет кого-нибудь, кто их обтешит, чтобы от них женихи не шарахались, понимаете? Ты меня обрадовала, Клотильда. Ну, да ладно, думаю, это именно то, что мне нужно. Ну, что ж, если вам подходит, я сегодня и поговорю. Хорошо, прекрасно подходит. Надеюсь, что скоро дела у нас наладятся. Эта работа принесет немного денег, но Катриэль наверняка найдет себе что-нибудь в цирке. Наверняка. Милагрос? Ты? Да, я собственной персоной. Как дела? Хорошо. Не ожидала увидеть тебя так скоро. В имении ты сказал, что ноги твоей не будет в Санта-Марии. Человек предполагает, а судьба располагает. Дела пошли на перекос, и очень. Очень плохо пошли дела. Неприятности? К тому же серьезные. Нам пришлось оставить имение. Расскажу потом. Полюбуйтесь, кто к нам пожаловал. Наш спаситель. Как поживаешь? По-моему, тебя звали Анибал. Меня так зовут до сих пор. Однако скажи мне, что тебя привело в город? Катриэль хотел поговорить с нами. Прямо сейчас? Это будет трудновато. Скоро представление, и время поджимает. Я был бы рад отблагодарить тебя за то, что ты сделал для нас. Но что скажешь, если мы спокойно поболтаем в другое время? Я отниму у тебя минуту, не больше. Мы сейчас крутимся, как белки в колесе. Работа не в проворот. А я как раз ищу работу. Блестящая и несравненная, как всегда, досточтимая сеньора. Я много слышала о вас, но теперь воочию вижу, что о вашей любезности говорят правду. Я с удовольствием, наконец-то, познакомлюсь с сеньорой Ла Сабль. Меня зовут Анастасия Альмус, я вдова Мендеса Уркихо. А эти ангельские создания моей внучки Мерседитес, Ремедитес. Наше знакомство честь для нас. Для меня тоже. Присаживайтесь, устраивайтесь поудобнее. Пожалуйста, пожалуйста, проходите. Спасибо. Что вам предложить? Мы пришли к вам не с обычным светским визитом. Мне известно, что вы повидали мир и стали настоящим кладезем культуры. А я хочу дать внучкам европейское образование. То есть, светские правила и приличия, история христианской религии. Одним словом, ну, вы понимаете, обширные и основательные знания всего, что действительно важно в жизни. Понимаю. Прекрасно понимаю и сделаю все, что зависит от меня. Хорошо. Надеюсь, так и будет. О вашем вознаграждении мы поговорим после первого урока. Что скажете? По-моему, это верно. Я поеду в Реково, а на обратном пути заеду за вами. Будьте внимательны и не отвлекайтесь. Вам ясно? Ясно, бабушка. Я провожу вас. Не беспокойтесь, я знаю дорогу. Клотильда, пожалуйста, проводи, сеньору. Нас безумно удивило, что такая дама, как вы, вдруг решила давать частные уроки. У вас есть хоть какой-то опыт в этом деле? Только тот, который мне дала сама жизнь. Мерседитес, не забывай, что дама была хозяйкой имени, и говорят, очень большого. Конечно. А небо посылает нам испытания. Как все-таки несправедлива судьба. Теперь приходится трудом зарабатывать себе на хлеб. Ну, хорошо. Твои слова и станут темой нашего первого урока. Я вас не поняла, сеньора. Зовите меня Ассуньсион. А на уроке мы поговорим о том, что всякий честный труд достоин уважения. Мне очень жаль, что ты все потерял, Катриэль. Иногда судьба несправедлива к нам, а наказание подлецам за их козни приходит слишком поздно. Да, это так. Но правда все равно восторжествует. Не отчаивайся, приятель. Что-нибудь придумаем. Да. Поговори с моим братом. А мне пора готовиться к представлению. Но ты не уходи, не попрощавшись. Договорились? Договорились. Удачи тебе. Понимаю, что ты огорчился, но ты пришел в трудное для нас время. Мы только-только потеряли отца. Я даже не знаю, какими средствами располагает цирк. Все рабочие места заняты. Понимаю. Единственное, что могу предложить, это несколько песо за работу, которая, скорее всего, не по тебе. Возьму тебя подсобным рабочим, пока мы в Санта-Марии. Я не из тех, кто хорохорится, когда нужно засучить рукава и зарабатывать на хлеб. Ну и хорошо. Надеюсь, ты быстро привыкнешь к перемене и сумеешь показать, на что способен, как показал в имении. Провинциальные землевладельцы выступают от имени своих управляющих и работников, пастухов и батраков. Что за нелепость! Кто станет принимать в расчет мнение пастуха? Или забитого батрака. При всем моем уважении к вашему опыту, я бы... я бы так не сказал. Я тебе говорил, что он беспокойный. Безумие молодости. Ну дай ему договориться. Землевладелец пользуется доверием от управляющих до трактирщиков и представляет их интересы. Их влияние, если его использовать целенаправленно, может привести к раху всех городских умников, которые не научились учитывать интересы деревенских жителей. Человек, который, как вы, стремится занять определенное положение, должен это учитывать. Тем более, что вы недавно тоже стали землевладельцем. нет ни малейшего сомнения, что вы станете видным адвокатом. В наших условиях, с вашими способностями и моим опытом, дела пойдут так, что лучшего и желать нельзя. Чего-нибудь добился? Буду работать в цирке вместе со всеми. Правда? Да. Здорово, поздравляю. Спасибо. И теперь, я наконец могу загладить свою вину перед тобой за ту дурацкую шутку в поместье. Я уже забыла. Все забыла. Дело прошлое. А смотреть надо только вперед. Это дворец музея Лувр в Париже, столица Франции. Там можно увидеть полотна самых известных художников человечества. От Делакруа до Рубенса. От Француза очень любезные люди, не правда ли, Асунсион? Да, правда, очень любезные. Как я вам говорила, Леонардо да Винчи и его знаменитая Джоконда, они такие милые, очень приятные и обхудительные. Девочки. Девочки. Простите, синьора. Элэн, я нашел работу. Боже мой. Ты уже подумала над моими словами? Нет. Еще нет. Так что же тебе? Я хотела сказать тебе спасибо за то, что ты сделал для Катриэля. Он много сделал для нас. Я должен был помочь ему. Я по натуре добрый человек. Хотя иногда кажусь тебе злым. Но это не так. Я никогда этого не говорила. Но наверняка думала. Я знаю, что характер у меня не из лучших. Я, ну как бы это сказать, тяжелый человек, но вовсе неплохой. Совсем неплохой. Простите, великодушно. Извини, Элэн, я не знал, что ты занята. Это Катриэль. Мой сын. Ваш сын? Да, сын. Я еще раз приношу мои глубочайшие извинения. Не в моих правилах мешать чужим занятиям или неожиданно врываться в дом, когда две такие впечатлительные девушки всецело поглощены трудным уроком. Просто я поддался порыву чувств и, надеюсь, вы простите меня. Поговорим позже. Если позволите. Должна признаться, Сунки Леон, что мы порядком напугались. Но скажите мне, почему он называет вас таким странным именем? Элэн – это имя, которое он не дал. Что означает «согревающий огонь». Он называет меня так с детства. Как это мило. Какой он нежный и какой воспитанный. Ты заметила, как он говорил? Мой сын многим может показаться странным, но он ласковый и очень добрый. Очень. Кроме того, позвольте сказать, что хотя он индейец, он очень приятный. Офицер Монтильо, простите, что заставил вас ждать. Пустяки, но меня встревожило, что вы меня вызвали. Что-то случилось? Не тревожьтесь. Обычные семейные дела. Пройдем в мой кабинет, и там спокойно поговорим. Мария, я искала тебя по всему дому. Конюшня – последнее место, куда я решила заглянуть. Вот уж не думала, что ты станешь прятаться в моем убежище. С тех пор, как ты уехала, я часто сюда захожу. Теперь это наше убежище. Скажу тебе честно, Гонсало хозяйничает в доме больше, чем я. Даже в моей комнате мне нет покоя. Лусия постоянно роется в моих украшениях. Она очаровательная девушка. Очень жаль, что я не познакомилась с ней раньше. Мы с тобой сожалеем о многом, что совершили в прошлом. Давай постараемся ни о чем не жалеть. Ты хочешь что-то сказать мне? Да, я хочу поговорить о Лусии. Я слушаю. Мне не удавалось всерьез взяться за ее воспитание. Гонсало ей потакает и отмахивается от моих предостережений, как будто она принадлежит только ему. И чем я могу тебе в этом помочь? Пожалуйста, не надо им подыгрывать. Я не прошу тебя быть с ней построже. В конце концов, ты ее тетя. Но не давай ей больше свободы, чем у нее есть. Я ничего не сделала. Дело не в том, что ты сделала или не сделала. Но ты себя ведешь так, словно приглашаешь к непослушанию. Понятно. Я оказываю дурное влияние. Не волнуйся, Мария, я буду держаться от нее как можно дальше. Тебе виднее, что для нее лучше. Виктория, я не об этом. Не беспокойся. Я все поняла. Повторяется та же комедия с разными соглашениями. Ты говоришь, словно папа, а я стала чем-то вроде тети Ассульсион. Извини меня, пожалуйста. Я все поняла. Хозяйка, вам приготовить чай? Да. На самом деле, я бы выпила чего-нибудь покрепче. Девчонки меня измучили. Трудные ученицы. Не то слово, невыносимые. Платить, да никакие деньги в жизни не доставались не с таким трудом. Сейчас принесу. Катриэль. Теперь расскажи мне, что случилось. Я уже начал работать в цирке Олимпико. Возможно, это не совсем то, что я искал, но вместе с твоими уроками... Все будет хорошо. Я только прошу, будь осторожен. Я и так осторожен, Айлен. Ладно, ладно. И все же прошу, не забывай, что мы в Санта-Марии, а такой город живет по своим правилам. Виктория, пожалуйста, прости меня. Ты должна была подумать, прежде чем говорить. А теперь... Я не знаю, что со мной. Прости меня. Наверное, я просто ее ревную. и ничего не могу поделать. Ревнуешь? Ко мне? Да, ревную. Я вижу, вижу, что Лусия тянется к тебе. Ты ей все больше и больше нужна. Вот так похожи. Мария, прошу тебя, просто она любезна со мной, потому что я твоя сестра. И она весь день не отходит от меня, как ребенок, от новой игрушки. Скоро я ей надоем, и она вернется к прежней жизни. В прежней жизни. Она тоже уделяла мне слишком мало места. Она меня не любит. Мария, не говори так. Это неправда. Правда? Помоги мне, Виктория. Помоги мне сблизиться с дочерью. Именно об этом я и хотела тебя попросить. Я сделаю все, что от меня зависит. Я ничего так не хочу, как видеть тебя счастливой. Доминго, офицер все еще у Гонсала? Я тебя спрашиваю, Доминго, где офицер? Он еще не выходил из кабинета хозяина. Что с тобой? Задумалась о сеньорите Камилле. Надо с ней что-то делать. Я с ней поговорю. Виктория тоже. Но этого будет недостаточно. Я думаю, что ей можно помочь иначе. Например, перевести ее в другую комнату. Не понимаю. Это же ясно, Доминго. Пусть Камила и Луси спят в бывшей моей комнате. Виктория переберется в комнату Луси. Таким образом, две девочки окажутся вместе, и Камила не будет чувствовать себя одинокой. Да, конечно. Как вы с Викторией, когда были маленькими. Дочка, ты весь день скачешь на лошади. Да, мамочка. Как же я устала. Доминго, приготовь мне что-нибудь освежиться. Я буду в гостине. Луси, одну минуту. Я должна тебе кое-что сказать. Как вы понимаете, офицер, моя дочь не может принять от вас этот подарок. По крайней мере, сейчас. Синьор Линч, уверяю вас, я не собирался оскорбить вашу дочь, которой питаю искреннее почтение. Тем более, ваше семейство вам не за что просить прощения. Дело всего лишь в условностях. Но моя семья их свято придерживается. У нас существует правило принимать подобные подарки только в случае определенных обязательств. естественно. Позвольте еще раз принести свои извинения за то, что я не знаю правил, принятых в городе и особенно вашей семье. Почти всю свою жизнь я провел в фортах. Простите, если я невольно оскорбил вас. Ну что вы, офицер, что вы. Я должен признаться, будь моя воля, я не стал бы возражать против любезного знака внимания, который вы оказали в Лусии. Я знаю, вами двигало благородное чувство, но моя жена очень щепетильна. Она унаследовала от родителей приверженность общепринятым правилам и придерживается их. Все дело в этом. Синьор Линч, с моей стороны было бы дерзостью выслушивать ваши объяснения, тогда как ошибку совершил я и сам должен объясниться. Одна оставим. Это невразумение не мрачит наши дружеские отношения. Благодарю за снисходительность. Уверяю вас, это не повторится. коньета, к представлению все готово? Все, Анибал, все. Ну, тогда по фургонам гримироваться, публика уже ждет. Гримироваться. Милагрос, постой. Что тебе, я опаздываю. Я хотел сказать, что после представления мы могли бы погулять по городу. Тут есть на что посмотреть. Мне очень жаль, Анибал, но я не могу. Почему не можешь? Какие-то важные дела тебя держат? У меня встреча. Встреча? Какая еще встреча? Анибал, пожалуйста. между нами еще не все решено. Или ты уже не помнишь? Прекрасно помню. Мало того, я никогда не забуду. Я же обещала тебе, что подумаю, а тем временем дай мне спокойно жить, как я хочу. Лусия, она твоя кузина. ей нужно общество, девушке и ее же возраст. Ничего я с ней делить не собираюсь. Комната моя и никакая накалка ее у меня не отнимет. Понятно? Никто ничего у тебя не отнимает. И придержи язык. Камила, дочка моей сестры, твоя кузина, нравится тебе это или нет? Не нравится. Лусия, ты куда пошла? Я еще не закончила разговор. Ты уже сказала все, что хотела. А я с твоего позволения пойду посоветую с папой. Лусия, папа занят. Ну что ж, раз мы пришли к взаимопониманию, позвольте откланяться. меня ждут дела. Папа! Августа! Офицер уже уходит. Мы с ним все решили. Сеньорита Лусия, я попросил вашего отца передать вам поклон. Но раз вы здесь, то я униженно молю о прощении за мой проступок. Если вы имеете в виду подарок, то должна сказать, что не считаю вас виноватым. Наоборот, вы поступили как настоящий кабальера, и любая дама была бы вам благодарна. Но, как видите, у нас в доме мама ввела очень строгие и несколько устаревшие правила. Лусия, прошу тебя, мы всегда выполняли условия, которые ставит твоя мать. За соблюдением приличий следит она, точно так же, как я управляю домом и нашим состоянием. Будем считать, что инцидент исчерпан. Из-за этого инцидента я едва не сгорела от стыда и не знаю, как зажлатить свою вину. Если мы наперебой будем извиняться друг перед другом, это никогда не кончится. Ну что ж, предлагаю завершить наш конфликт хорошим ужином. Нет, дон Лич, не стоит так беспокоиться. Никакого беспокойства, офицер. Сегодня же вечером, да, папа, да? А что скажете вы, сеньор Аугуста? Катриэль? Милагрос, ты ослепительна. Спасибо. Зашла пожелать тебе удачи в твой первый день работы. Удачи тебе, Милагрос. Пусть твой номер пройдет успешно. Спасибо. Скрестим пальцы. Пусть удача улыбнется нам обоим. Вы принимаете мое приглашение? Не знаю, что вам сказать, сеньорита. Вы застали меня врасплох. Я сама займусь необходимыми приготовлениями, вам не о чем беспокоиться. Принимая во внимание случившееся, было бы неплохо сначала поговорить с матерью. Если она согласится, вот тогда... Мне кажется, дон Гонсало прав. Я не хочу приносить новые неприятности. Моя жена настолько щепетильна, что ей понадобится несколько дней, чтобы подготовить такое важное событие. Нет, как же так? Дочка, дело уже решенное. Как только все будет готово, я пришлю вам приглашение. Буду ждать с благодарностью неерпения. Ну что ж, договорились. Сеньорита Линч был очень рад видеть вас. Сеньор Линч, я провожу вас. Спасибо. Папа, я-то думала ты на моей стороне. На твоей, дочка, на твоей. Я всегда был. На твоей стороне, не будь ко мне несправедливой. Тогда докажи мне это сейчас. Камила и так мне надоело. А маме еще вздумалось, чтобы мы делились с ней одну комнату, где она жила с сестрой. Не разрешай ей, папа, запрети. Она так сказала? Именно так. Я думаю, это неплохо. Вот видишь, в последнее время ты соглашаешься со всем, что она скажет, и не думаешь, каково мне. Ты меня забыл, папа. Тебе до меня нет дела. Ты еще ребенок, дочка. И из-за упрямства ты не хочешь видеть свои выгоды. Не понимаю, какая мне выгода, если она не будет давать мне покой даже по ночам. Ну, хорошо. Тебе хотелось бы снова увидеть Августа, чтобы он пришел к нам и провел у нас вечер. Ты прекрасно знаешь, что да. Тогда, моя дорогая Лусия, чтобы так и было, изволь не перечить своей матери, не доставляй неприятности тете и не гони от себя Камилу. Чем сердечнее отношения будут в нашей семье, тем легче нам будет устроить свое будущее. Понимаешь? А Августа? Ему есть место в будущем? Конечно, да, дочка. Конечно, да. Ну, тогда я согласна пойти на жертвы. Хорошо. Иногда полезно чем-то пожертвовать, чтобы достичь цели. Хорошо. Поздравляю вас. Поздравляю. Все было замечательно. Прекрасно. Милагрос, я все держал пальцы крестом, но потом заметил, что удача тебе не понадобится. Ты и без нее прекрасно справилась. Спасибо. Ты очень любезен, Катриэль. Надеюсь, тебе у нас понравилось? Да, цирк это сказочный мир. Да, сказочный мир. А теперь извини. Увидимся завтра. Прости. Я пришел слишком рано. Ничего страшного. Подождите меня минутку, если вам не трудно. Готов ждать всю жизнь. Я сейчас переоденусь. Красив. Благороден. Настоящий воин. Слушаю вас, мадам. Вот и помог бы мне собрать реквизит на арене. С превеликим удовольствием. Проходи, Хуана, открыто. Анибал? Да, это ты направляешься. Я же тебе говорила, выйду погулять. Ты сказала, что у тебя встреча. И скорее всего, с мужчиной. Верно, на прогулку в город меня пригласил офицер Августа. Мы ее совершим вместе с Хуанной. Я тебя тоже приглашал, но ты не захотела идти. он меня пригласил раньше. И сегодня я не могла отказать ему. Понимаешь, Анибал? Хватит смотреться в зеркало. Выслушай меня и пойми наконец. Только не начинай все сначала. Сколько надо, столько и у нас с тобой был серьезный разговор. А я ведь не шутил и пьян не был, когда говорил с тобой. Милагрос, пойми наконец мои чувства. Не мучай меня больше, умоляю тебя. Ты обещала подумать. Что я и делаю. Не похоже. Кажется, ты обо всем этом уже совсем забыла. Нет, я не забыла. Могу слово в слово повторить то, что ты тогда говорил. Я на всю жизнь это запомнила. Ты сказал мне, что уже пора найти своего любимого. Что ты мне не брат. И что этим любимым готов стать ты. Как видишь, я ничего не забыла. Зачем тогда гулять по горбам среди мужчины? А то, что принуждать меня ни к чему не надо. Ты не единственный человек, с которым я могу общаться. Я обещала тебе подумать и думаю, но не должна же я сидеть здесь. Милагрос, ну... А сейчас извини, мне надо переодеться. на русский язык фильм озвучивали актеры Людмила Иванова, Ирина Маликова, Александр Лущик, Борис Клюев, режиссер Надежда Еремина, звукорежиссер Владимир Захаров, инженер звукозаписи Ирина Лопатина, перевод Валерия Нижника, директор Лариса Элкснис. Сериал озвучен в студии Наследия по заказу общественного российского телевидения. Ларис 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok